Сегодня рано утром в Вельске на остановке общественного транспорта произошел взрыв. Таким образом, злоумышленники взломали один из банкоматов и похитили деньги. Сумма устанавливается. Полиция просит всех очевидцев происшествия позвонить по телефону 02. Сегодня из-за ремонта на сетях ТГК-2 до 10 часов вечера будет ограничена подача тепла в дома поселка Талаге. А в округе Варавино-Факторе из-за ремонта на сетях водоканала не будет горячей воды. В округе Майска-Горка в отдельных домах не будет холодной воды. За взятку в полмиллиона рублей в Архангельске арестованы два специалиста регионального Росприроднадзора. Их задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые получили взятку в размере по 500 тысяч рублей каждый от предпринимателя за изготовление и выдачу фиктивного предписания, дающего право на вывоз древесной коры и ее реализации. Это должностные лица сотрудники Управления Росприроднадзора Пархангельской области. Сам учеф Петр Владимирович и второй, тоже главный специалист Карушев Алексей Витальевич. Вот двое наши сотрудники. Но скажу, что это, конечно, не высокопоставленные чиновники, а обыкновенные госинспектора. И с 10 октября должностных обязанностей они не исполняют. В настоящее время они числятся за своими должностями, но мной издан приказ, согласно которому денежное содержание им не выплачивается с начала ареста. Конечно, коллектив был шокирован, потому что сотрудники характеризовались положительно по работе. Ломоносовский суд Архангельска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Архангельская область занимает второе место среднедушевого продовольственного пайка. Это по данным Министерства экономического развития России. В Поморье минимальный набор оценен в 4 426 рублей. Для сравнения, в Москве эта цифра 4 409. Выше нас только Чукотский автономный округ. Там продовольственная корзина оценена в более чем 9 тысяч рублей. Поморье оказалось абсолютным рекордсменом по северо-западному федеральному округу. В России стартовал заключительный этап конкурса «Народные участковые». Он проходит в форме онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды». Наш регион представляет лейтенант полиции Северодвинска Денис Исаков. Победитель конкурса получит автомобиль УАЗ «Патриот». Проголосовать за участника можно до 10 ноября. Сегодня 75 лет отмечает легенда архангельской журналистики Валентин Пролетарский. С 1966 года он работал диктором и спортивным комментатором на архангельском телевидении. Валентин Николаевич и сейчас всегда в центре событий. Телеканал ПС поздравляет Валентина Пролетарского с юбилеем и желает только здоровья. Если пассажирские перевозки, то только с «Авророй». В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 4 градуса. В течение дня небольшой снег. На дорогах гололед. Смотрите программу «Сейчас в регионе» каждый час на канале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова